ЗАГАДОЧНЫЙ ЗАПАХ Где-то жгут что ли вот такой подобный Специалисты не могут объяснить откуда он появился Взяла кредит и отдала мошенникам Проводится комплекс оперативно-ростных мероприятий Направленный на установление лиц Женщина перевела аферистам почти 2 миллиона рублей Свет и воду отключили Во многих местах и контейнера будем убирать В Нижнекамске официально завершился дачный сезон Здравствуй юность в сапогах Это школа, школа мужества Как прошла первая отправка осеннего призыва Всем папам посвящается Чтобы дети их слушались, чтобы было уважение в семье Горожане впервые отметили день отца На телеканале НТР новости в студии Алмаз Кашаев Здравствуйте Нижнекамцы снова жаловались на неприятный запах В основном его чувствовали жители новых микрорайонов Притом, похоже, на этот раз промышленные предприятия ни при чем Александр Халин продолжит Жалобы на экологию в Нижнекамске в интернете появляются завидной регулярностью В эти выходные в социальных сетях появилось сразу несколько постов О неприятном запахе Судя по записям, эпицентром была улица Табеева и строителей В комментариях люди писали, что вздохнуть здесь в полной груди практически невозможно Такое бывает не часто, но в комментариях практически нет резких слов в отношении городообразующих предприятий По словам людей, на улице химические запахи отсутствовали Пахло чем-то хорошо знакомым Он с какой-то горючей какой-то, где-то жгут, что ли, вот такой подобный Да-да, да вот и все Очень сильно пахло гарью Сегодня утром же был гарью А выходной не замесил, а сегодня утром я замесил Если пахнет гарью, значит что-то горит Вполне логичные мысли обычного человека Каким-то торфяником воняет Как возле села Беклянь Там все лето он дымел, воняет и до сих пор Чайка, дачные массивы, лес горел По словам представителей отдела надзорной деятельности Крупных пожаров в непосредственной близости от Нижнекамска не было Автоматические системы контроля воздуха превышений вредных веществ не выявили В общем, все как обычно В городе посторонний запах, но никто ничего об этом не знает Александр Халин, Евгений Лызаев, Новости НТР В Нижнекамске отмечают снижение темпов вакцинации против коронавируса Об этом сегодня сообщил Рамиль Мулин на еженедельной планерке руководителей На прошлой неделе после введения новых ограничений Горожане активно прививались За сутки вакцинировались от полутора и более двух с половиной тысяч человек Теперь же люди успокоились, очереди сократились Сейчас обслуживает по 300-400 человек в день Между тем, заболеваемость ковидом растет На данный момент вакцинации подлежат люди старше 60 лет Работники сфер услуг, медики, учителя, сотрудники транспортной сферы, промышленности, социальных структур, госслужащие С 9 ноября от работы будут отстранять тех, кто не прошел первый этап вакцинации А с 7 декабря тех сотрудников, которые не прошли второй Оформила кредит и отдала мошенникам Несмотря на то, что уже похоже, все знают, как работают аферисты Люди продолжают попадаться на их удочки На этот раз лжесотрудники банка убедили Нижнекамку отдать все сбережения и взять кредит Подробности истории у Анжелики Степановой За два дня 54-летняя Нижнекамка лишилась почти 2 миллионов рублей Такую сумму она отдала лжесотрудникам банка Жительнице города Нижнекамска поступил звонок от якобы сотрудника банка Он пояснил, что на нее была попытка оформления кредитом третьим лицом На что женщина ответила, что никаких кредитов она не оформляла И попросила прекратить данную операцию После этого женщине позвонил уже другой сотрудник И объяснил, что она стала жертвой мошенников Поэтому для сохранения денежных средств Ей необходимо переоформить кредит самостоятельно И перевести полученные деньги на специальный счет Нижнекамка так и сделала Для начала сняла более миллиона рублей с личного счета А после оформила кредит на 500 тысяч И только через два дня у нее появились сомнения В управлении ВОД России по Нижнекамскому району Возбуждено уголовное дело по данному факту По части 4 статьи 159 мошенничества Проводится комплекс оперативно-ростных мероприятий Направленный на установление лиц, причастных к данному происшествию Если личности преступников будут установлены И может грозить до 10 лет лишения свободы Правда, это не гарантирует, что пострадавшие вернут деньги Поэтому в управлении внутренних дел напоминают Что если вам позвонили из банка Положите трубку и сами наберите телефон горячей линии финансового учреждения Номер есть на обороте вашей банковской карты Анжелика Степанова, Рафаэль Геракипов, Новости НТР На этой неделе синоптики прогнозируют первый снег Правда, продержится он недолго Спустя несколько дней столбик термометра поднимется до плюс 11 градусов Но в любом случае зима не за горами Нижнекамск готов к этому периоду на 84% Заявил сегодня исполняющий обязанности руководителя исполкома Нижнекамска Максим Санков Всего в уборке города от снега будет задействована 93 единицы техники Пока три из них находятся на капитальном ремонте Заготовлено более 8 тысяч тонн песка Планируется закупить полторы тысячи технической соли Этого должно хватить, отметил Санков Однако в зависимости от погодных условий В случае нехватки реагенты будут приобретаться дополнительно Также подготовлено 16 мест складирования снега Кадровые изменения Артур Сафин покинул пост руководителя аппарата Совета Нижнекамского района Чиновник перешел на новое место работы Об этом на деловом понедельнике Объявил исполняющий обязанности руководителя исполкома Рамиль Мулин Он же поблагодарил за проделанную работу Артур Сафин занял свой пост в 2018 году Сейчас исполнять его обязанности будет руководитель отдела делопроизводства И по работе с обращениями граждан Марина Маркова Уточняет пресс-служба администрации Смотреть наши новости можно не только по телевизору Круглосуточная трансляция канала идет на сайте ntrdefis24.ru Там же максимально оперативно обновляется новостная лента Прямой эфир можно смотреть и в нашей группе ВКонтакте Нижнекамцы могут лишиться автомобиля за коммунальные долги Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД и ПЖКХ-17 Начали проводить рейды с применением системы дорожный пристав За два часа было остановлено 40 автомобилей И составлено три акта ареста на общую сумму порядка 150 тысяч рублей Долг нижнекамцев за услуги ЖКХ составил более 200 миллионов рублей Данные рейды будут проходить на постоянной основе Это не временная мера Поэтому должники в любом случае не останутся безнаказанными И заплатят за услуги ЖКХ При выявлении автотранспорта должника На данные транспортное средство будет составлен акт ареста И транспортное средство будет помещено на штрафстоянку Это увеличит расходы должника Не только ему придется оплатить за жилищно-коммунальные услуги Но также ему придется и оплатить расходы эвакуатора и штрафстоянку Урожай собран, инструменты убраны Домики закрыты на замке Сегодня в Нижнекамске закрыли дачный сезон В массивах отключили свет и воду Автобусы перестали курсировать в огороды Однако не все дачники спешат возвращаться в город Опустевшие участки, домики и ворота закрыты на замке Все, дачный сезон официально закрыт до весны Правда, некоторые продолжают приезжать в огороды Один из таких – Николай Белов В этом году у мужчины вырос хороший урожай Чеснок, свекла, картошка, яблоки А, ну, главное – томаты Заранее делают уже заделанное в следующий год обязательно Заранее что-то готовят уже, грядки Однако ездить всю осень и даже зимой на любимые участки Могут только дачники с автомобилями Автобусы в массивы теперь начнут ездить только весной С сегодняшнего дня автобусы прекратили курсировать в огороды Также с понедельника во многих СНТ отключили подачу электричества Однако свет останется до 1 ноября в тех дачных массивах Которые еще не успели до конца израсходовать средства на подачу электроэнергии Это некоторые СНТ в корабельной роще, СНТ теплоэнергострой и другие Пока большинство массивов пустует задача руководства садовых товариществ Вывести с улиц остатки бытового мусора Так как автобусы отходили у нас до 17 числа Поэтому у нас во многих местах и мусор собрался уже На сегодняшний день после выходных, на следующей неделе с понедельника Мы будем уже активно, организованно вывозить весь бытовый мусор с огородов Контейнера пусташим Во многих местах и контейнера будем убирать на зимний период Поэтому обращаюсь ко всем садоводам Если бункера, контейнера убрали на этих местах Лучше не складывать бытовые отходы, так как за это могут экологи приехать и СНТ оштрафовать Также в зимний период в некоторых массивах будет организована общественная охрана Если садоводы желают, чтобы и в их СНТ она была Нужно обратиться в ассоциацию садоводов Это решение принимается коллективно на встречах с дачниками Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, новости НТР 14 юношей из Нижникамска сегодня пополнили ряды вооруженных сил Сегодня рано утром состоялась первая отправка в армию За осенне-зимний период в войска будут направлены около 300 нижникамцев Сегодняшняя отправка прошла с песнями и танцами Радостно и одновременно грустно будущим солдатам из Нижникамска предстоит продолжительный путь до места службы Там они проведут целый год 14 призывников и еще десятки сопровождающих у военкомата собралось порядка 100 человек Это отправка первая во время осеннего призыва Всего за три месяца вооруженные силы отправятся около 300 молодых людей из Нижникамска В военкомате введен обязательный масочный режим Перед отправкой всем призывникам измерили температуру Слова на путствие по традиции произнес военком Фарид Менгареев По словам офицера Этот период в жизни до всех юношей станет полезным и познавательным Это не просто исполнение конституционного долга Это школа, школа мужества, школа самостоятельности У многих ребят, к сожалению, за плечами вот этой самостоятельности нет Теперь они в течение года сами будут устраивать отношения Без помощи родителей, подсказчиков Устраивать отношения со своими сослуживцами Из Нижникамска призывники отправились в Казань Откуда будут направлены войска для последующего прохождения службы Граждане Узбекистана, проживающие в Нижникамске, приняли участие в досрочных выборах президента Согласно избирательному кодексу соседней страны, досрочное голосование проводится с 14 по 20 октября Организованы выездные комиссии по месту жительства или работы граждан республики В Нижникамске участки для голосования открылись в Доме дружбы народов и в промышленной зоне Выборы президента в самом Узбекистане состоятся 24 октября 2021 года В избирательном списке 5 кандидатов на высший пост Наш президент устраивает сейчас, в данное время Пока устраивает Все, что имею, хочу сказать Сегодня в Нижникамске простились почетным гражданинам города Ганзой Ахмадеевой Траурная церемония прошла на городском кладбище Проводить героя социалистического труда пришли представители городской администрации, коллеги и ее друзья Ганзя Ахмадеева являлась первостроителем города в этом году Она получила звание почетный гражданин Нижникамска Большое внимание уделяла делу воспитания подрастающего поколения Принимала активное участие в конкурсах профессионального мастерства Проводила беседы со студентами на форумах, классных часах, передавая свой богатый опыт Человек, который всю жизнь работал, всю жизнь творил и всю жизнь старался Может быть даже иногда и слова были как бы не очень красивы, но они были очень искренними Очень искренний был человек Потери очень весомые, практически утраты невосполнимые Это легенда нашего города, лицо, я уже сказал, что это визитная карточка наша Это вот уходит поколение победителей, первостроителей Тот, кто строил город, нашу промышленность И сегодня мы с ней простились Жалко, конечно, она так хотела встретить свое 85-летие 20 января, ей есть полностью 85 лет Она была очень простая в обращении Она была очень приветливая, добродушная Всегда, я никогда не помню, чтобы она не улыбалась Она с улыбкой подходила к людям И была очень приветливой, очень доброй, очень хорошей хозяйкой и очень хорошей мамой Прекрасный человек, одним словом я могу сказать Заботливый человек Ответственный человек она Почему? Потому что сам тот факт о том, что в ее бригаде, как правило, были выпускники училищ С разных городов республики присланы Она из них сделала прекрасных специалистов В городской бане нечем дышать Много народу и поэтому небезопасно К нам в редакцию обратился мужчина, который недоволен работой учреждения Пенсионер бывает там каждую неделю По его словам, на протяжении длительного времени в бане не включают вентиляцию Билеты в комплекс продают, не учитывая количество пребывающих людей внутри Мужчина неоднократно указывал работникам городской бани на эти проблемы Но решение так и не последовало Сотрудники просто отмалчиваются, рассказал Нижнекамец Народу с часу до трех особенно очень много Как бочки селедку, селедка не продохнуть Но они сетуют то, что банщиц нету Ну и так полбани работает только Полбани работает, честно говоря Самая основная причина вентиляцию не включает Нет циркуляции воздуха В заведении Камской бани не согласны с сомнением мужчины В телефонном разговоре сотрудники комплекса рассказали, что вентиляция работает всегда Что касается большого наплыва посетителей Это обычно наблюдается в выходные дни Пенсионеру посоветовали ходить в будни Как правило, среди недели бывает немноголюдно Эту информацию нам сообщили телезрители Если и у вас есть новость, важная или интересная информация Ждем ваших звонков на номер 40 0770 Напишите нам через сайт ntrdfiz24.ru Или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077 Представители национальных обществ проверили на грамотность В Доме дружбы народов организовали удмуртский диктант Приурочен он в Году родных языков За партой сели представители Нижнекамской организации удмуртов Всего 12 человек Текст составил из 120 слов В скором времени станут известны и результаты Каждый народ должен уметь Разговаривать на своем языке Читать на своем языке Петь на своем языке Ну и писать на своем языке Поэтому, наверное, мы сегодня и собрались Принимаем участие В этом году в России появился новый праздник День отца Отметили его и в Нижнекамске Мероприятие получилось душевным Конечно, поздравляли отцов их дети Таким отцом, как Фархад Баванкеев Можно по-настоящему гордиться Он воспитывает сына и дочку Активно участвует и в жизни других детей Помогает проводить спортивные праздники В одной из школ Он очень мечтает, что его примеру Последуют нынешние мальчики, когда подрастут Дети – это хорошо ведь Это наше будущее Это наша жизнь Без детей было бы скучно и неинтересно На данный момент обучаются в школе? Сын обучается в школе В седьмом классе Дочка у меня пошла в подготовительную группу Я уже много лет состою в татарской гимназии Совет отцов То есть мы с родителями там принимаем спортивное участие В спортивных мероприятиях В общественных делах участвуем Как бы сын у меня там учится в гимназии Вот То есть любые вопросы, которые они просят сделать Или что-то безотказно выполняем И таких мужчин в зале много Это папы с большой буквы У каждого из них своя история Кому-то пришлось воспитать ребенка в одиночку А у кого-то помимо своих есть и приемные дети Спасибо всем папам В этот день говорили их сыновья и дочки Они подготовили концертную программу Мероприятие проходило в городском музее Самым активным отцам Нижнекамска вручили грамоты И всех поздравляем Всех отцов с этим праздником Желаем им, чтобы у них было все хорошо Они были здоровы Чтобы дети их слушались Чтобы было уважение в семье И конечно вот это все позволит Нашим семьям быть крепкими Денис Макаров, Евгений Лызаев Новости НТР Масштабный розыгрыш от «Рамус Групп» Каждый, кто совершал покупки в торговых центрах «Рамус Мол», «Пассаж», «Сити Центре», «Якоре», «Барсе», «Старте», «Олимпии» и «Рамусе» Имел возможность выиграть более 100 сертификатов от партнеров мероприятия И шикарные призы от компании «Рамус» Кто получил суперприз И как проходил розыгрыш В репортаже нашего корреспондента Ознакомились с условиями Что будет проходить в Инстаграм Сегодня в частной странице «Рамус Мол» Желаем удачи Всех участников информируют о том Что розыгрыш призов от арендаторов сети торговых центров И от «Рамус Групп» Будет проходить в онлайн формате Хотя изначально мероприятия планировали провести масштабно С концертной программой, аниматорами и другими сюрпризами Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы Вообще прям идеально Будет хорошо Обязательно И участвовать будем Чтобы принять участие в розыгрыше Нужно было совершить любую покупку В торговых центрах «Рамус Мол», «Пассаж», «Сити Центре», «Якоре», «Барсе», «Старте», «Олимпии Рамуси» Желающих поймать фортуну за хвост было достаточно Купоны принимали в течение двух часов Купоны принимаем согласно чеку Один чек, один купон Чек должен быть от трех тысяч рублей, не меньше Ровно в час в инстаграме на странице «Рамус Мол» сортовал розыгрыш За ходом следили более тысячи нижнекамцев Определять победителя розыгрыша выпала честь известному блогеру Рамису Зиганшину Он легкой рукой доставал купоны и засчитывал выигрышные номера Сертификаты и подарки от арендаторов сети торговых центров Разлетелись в миг Настала очередь разыграть призы от «Рамус Групп» Результаты розыгрыша тут же фиксировались Все выпавшие купоны записывали А после с ними можно было ознакомиться в инстаграме на странице «Рамус Мол» А уже сегодня победители получили свои подарки Дорогие друзья, вот купон пришли за главным призом Здравствуйте, меня зовут Игорь Мы купили пуховик в барсе номер 4 на втором этаже И выиграли суперприз Покажи Поздравляем Спасибо большое Не за горами новогодний розыгрыш Совершайте покупки в торговых центрах «Рамус Мол», «Пассаж», «Сити-центре», «Якорь», «Барсе», «Старте», «Олимпе» и «Рамусе» Следите за новостной лентой в инстаграме, где обязательно появится информация о начале нового розыгрыша Условия проведения останутся прежними, увеличится призовый фонд и подарки будут еще круче Участвуйте в розыгрыше от «Рамус Группы» и станете обладателем суперприза Вера Муратова, Булат Абтульманов, Новости НТР Напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 через сайт Или можете написать на WhatsApp на номер 8 917 93 73 077 Это все новости на сегодня Далее прогноз погоды и напоминаю, что вакцинироваться – это важно До свидания